Очередным соперником Северсталя был один из прямых конкурентов в борьбе за место в плей-офф Динамо из Риги. Перед этой встречей команда оказалась на двух нижних строчках турнирной таблицы Западной конференции. Игра, как ожидалось, получилась очень упорной. Первый гол был забит только на временном экваторе матча. Северсталь смогла использовать большинство в формате 5 на 3 за секунду до выхода на лёд четвёртого полевого игрока Рижан. Целью достиг бросок шведского защитника Робина Пресса. Сегодня видно было, что у ребят заряженность есть, а силёнок не хватает. Но хорошо, что сработало большинство. Пресс, которого мы брали именно для таких моментов, наконец-то забил. В третьем периоде череповчане отдали инициативу сопернику и не смогли удержать минимальный перевес в счёте. Адам Лишко был удалён за выброс шайбы за пределы площадки, и гости реализовали численное большинство после дальнего броска их капитана. 1-1 в основное время встречи. Игра перешла в овертайм, в котором точный бросок Игоря Гераськина после индивидуального прохода принёс победу Северстали. Череповчане обыгрывают Рижское Динамо в седьмой раз подряд. Тяжёлая победа, да, мы могли всё-таки, могли немножко поспокойнее выиграть, но всё равно молодчики и Адама поддержали, и Шугу немного на себя переловили, и самодача была. Давайте, молодчики, с победой! Хорошая такая тяжёлая игра, команда очень приличная, очень цепко играет в своей зоне, в обороне, очень тяжело какие-то моменты создавать. Но всё же они были, там, хорошо 5 на 3, вот забили большинство. В конце тоже, конечно, большинство пропустили, такое удаление, уже вторая игра подряд, у нас выброс шайбы такой ненужная. Но ничего страшного, я считаю, самое главное, взяли два очка очень важных, и двигаемся дальше. После этой победы Северсталь одним махом поднялась с 11-го места на 6-е. Впереди ещё одна игра на своём льду. 27 сентября в Череповец приезжает Новосибирская Сибирь. Владимир Сентябрёв, Новости.